Здравствуйте, меня зовут Антон. Я являюсь представителем проекта Амбассадоры нашей компании WebTokenProfit. Мы продолжаем знакомиться с нашими людьми. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, скажите, откуда вы. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, уважаемые сообщества, дорогие друзья. Моим именем Роман Шамуратов. Я из города Салават, республики Башкортостан. Город славный, известный в честь легендарного национального башкирского героя, Салават Юлаева названной. Вот я из этих вот мест. Я понял. Приятно с вами познакомиться. Здорово. Скажите, пожалуйста, Роман, как давно вы работаете в сети интернет? Были ли какие-то другие проекты, как вот это все было успешно, мини-успешно? Расскажите об этом. Да, были проекты, скажем так, не совсем удачные, не совсем успешные, да, как это бывает в начале своего пути. Были какие-то такие проекты, которые, в принципе, закрывались в скором времени. Я еще тогда слово хайп даже не знал. Вот, и начал, ну, скажем так, попадать на эти хайпы, да. Хотя меня убеждали, что это реальная тема, реальные проекты, но я понимаю все прекрасно, что если нет продукта, то и нет, в принципе, бизнеса. А если нет бизнеса, то он в скором времени, в принципе, заканчивается, да. Поэтому вот очень много денег, в принципе, терял, пока, в общем-то, не начал читать, изучать это. Вот. И узнал слово хайп как раз, что это такое, что оно означает, с чем его едят. И после этого были такие, более же, скажем так, отборочные, такие серьезные проекты. И сейчас на нем я, в принципе, в портфеле есть. И, в общем, начал я мониторить эту тему. И, скажем так, более разбирателен, скажем так, более разбирателен стал в этих проектах. И отсеивать начал половину. И вот, скажем так, начал изучать глубоко, искать наставников, людей, которые собираются в этой теме. Отставать им вопросы, изучать, на семинары ездить, вебинары смотреть, брифинги. Понял. Как и так. Я понял. Это, в принципе, как и у всех. Даже у меня было такое, что я тоже по разным проектам ходил. Вот. Какие-то были успешные, какие-то мини-успешные. А сейчас я вот тоже остановился на проекте WebToken Profit. Здесь сейчас все изучаю и работаю только здесь. Хорошо. Скажите, пожалуйста, как вы познакомились с нашим сообществом? Это знакомые какие-то вам посоветовали? Друзья? Или, может, через интернет как-то вы пришли к этому? Ну, так как я сказал, что я мониторив нашим проектом. Да, я начал читать об этом, увлекаться начал серьезно, более глубоко, детально изучать. И, получается, наткнулся на один клуб. Добавился в клуб и начал работать с этим клубом. Зашел сначала в один проект. Какие-то матрицы. Я с матрицами прежде дела не имел. Там какие-то столы, стулья, какие-то там гарнитуры. То есть я даже не понимаю, в чем вообще суть. Потом появилась еще одна матрица. Как раз Golden Radio. Золотой сечения. И я тоже не вникал в смысл. Я думал, наверное, какая-то пирамида очередная. И как-то особо не застрел вниманием. Но после того, как я начал изучать более детально, посещать брифинги, общаться со своим пригласителем. А у меня очень хороший пригласитель. Очень хороший наставник у меня. Получилось так, что судьба меня свела с замечательными людьми. С Виталием Сильверстом и с Римзией Амедовой. И получилось так, что они мне много рассказали. В принципе, да. И я начал разбираться. И понял, что здесь есть идея у Искандера. И эта идея меня вдохновила. И вот так вот я стал, скажем так, более тесно работать с ВТП. Понял. Ну вот многие, кто, получается, приходят в наше сообщество, сначала всегда говорят, что это все хайп, это все ерунда. А потом, когда начинает разбираться, получается, понимает, что здесь куда, как устроено. И потом уже начинает верить, как бы работать здесь успешно. Хорошо. Ну, а это непонятно, потому что столько, столько, да, в интернет-пространстве обмана, да, столько вот этих хайп-проектов, которые сейчас вот даже копируют Искандера, да, взяв его идеологию свою, что-то там начинку меняют и начинают выдавать за свою идею. Ну, видно же, а оригинал от подделки же легко отличить. Поэтому я понимаю людей, которые очень много денег потеряли в этих хайпах, да. Я прекрасно их понимаю. Я сам сначала скептически относился к этому проекту, то есть я недооценил его. И после того, когда я начал разбираться, как я вот повторюсь, да, начал брифинги посещать, я услышал Исканды, он донес до меня свою идею, и она меня вдохновила. И поэтому я, в принципе, оснаю свой выбор именно на этом проекте. Хотя в моем портфеле, я говорю, у меня есть, в принципе, несколько проектов, но я их, скажем так, немножко оставил на задний план, и вот сейчас вот именно с этим ВТП, я просто, я не знаю, судьба меня связала очень крепко. Хорошо, Роман. А вот смотрите, мы вот, получается, приходим в интернет, да, в разные проекты, чтобы что-то получить, правильно? Что-то заработать, какой-то опыт получить, да? Вот, и нам интересно услышать, вот какие у вас есть цели в нашем сообществе? Цель есть, интересные цели. Все озвучивать не буду, да? Я их прописываю, в блокнот выписал, но одно из них могу озвучить. Я хотел бы стать представителем в своем регионе и доносить до людей именно вот этот проект, чтобы как можно больше людей узнали о нем, потому что я примерно представляю, что дальше будет, что стоит за этим, когда выйдут другие продукты. И самый главный такой продукт, о котором я уже знаю, это пазл-маркет. Это просто взорвет весь интернет, все интернет-пространство, понимаете? Это новый Джек Мак, вот Искандер Хасанов, да, который действительно, да, но я его со многими, в принципе, в один ряд ставлю. Стив Джек Маск, да, вот Питер Дэниелс, да, вот, ну, просто это, я не знаю, бомбовый такой человек, который, в принципе, да, скажем так, собрав в себе вот эти черты, технические, да, он, скажем так, открывает многие горизонты. И если он рванет этот проект, то о нем узнает весь мир. Кстати, я вот сегодня только узнал, что Forbes, да, а это не какая-то там, да, сами понимаете, газетенка, да, или там, да, 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 желтая пресса. Пишут о нашем проекте, это очень приятно, значит, виден уровень, то есть, видно полет нашего проекта. И считаю, что большому кораблю большое плавание у нас хорошее будущее. Хорошо. Вот я хочу представлять это будущее для людей, которые живут в моем регионе. Вот такая моя цель. Ну, у вас будет такая возможность, если все будет хорошо, вот, я думаю, получится, вот, доносить людям, рассказывать, вот, и продвигать наш проект. А я вам более-то расскажу, уже получается, уже рассказываю. О, тогда расскажите нам, Роман, если у вас получается, вы говорите, вот расскажите нам о своей команде, как вот вы знакомитесь с партнерами, вот, где ищете их, вот, как общаетесь с ними? Ну, как это обычно происходит, да, это близкое окружение, это близкие люди, друзья, знакомые, коллеги по работе. Ну, коллеги по работе, есть вопрос, конечно, такой интересный, в общем-то, да, здесь они тебя не видят. А вот друзья, которые уже в тени вращаются, на семинар выезжаешь, да, то есть, какие-то встречи, какие-то брифинги посещаешь, люди как-то сами приходят, или, скажем так, в беседе, они предлагают свой проект, ты делишься своими продуктами, и люди понимают, что, да, здесь действительно есть хорошие деньги, здесь есть будущее, здесь, в принципе, то, что связано с цифрой сейчас, да, с криптовалютой, это же более глобально, более существенная тема, чем, например, БАДы какие-то или порошки. Я поэтому анекдот такой придумал, когда вот мне написали, я сочнил анекдот, я его потом озвучу, как-то на нашей встрече, я его обязательно расскажу вам. Хорошо, хорошо, обязательно. Вот я тоже вас здесь получается, что каждому человеку, которому ты расскажешь о нашем сообществе, о наших проектах, и когда он только поймет вот эту информацию, саму стуль, уже, как бы, он сам сразу идет, сразу готов работать, потому что главное понять, как бы, вот и все. Да, совершенно верно, полностью согласен с вами. Хорошо, Роман, почему вот вы считаете наше сообщество, как я понял, вот оно вам очень нравится, да, почему вот вы считаете, что оно является перспективным на данный момент и в будущем? Почему перспективным? А потому что я вот вам озвучил свою мысль, я послушал один вебинар из Кандера, и вот он сидит и рассказывает нам о том, что ждет нас в будущем, а ждет нас на самом деле те продукты, которые захватят рынок. И люди поймут, что надо именно сейчас уже запрыгивать в этот криптопоезд, как я назвал все время, это криптомашинист главный, да, вот этого нашего глобального такого, нашей экосистемы, криптосостав такой, да, глобальный. И люди понимают, что если сейчас мы не запрыгнем в один из вагонов нашего криптосостава, да, они многое упустят, понимаете. Они, конечно, как сказал Искандер, они потом придут и ничего не потеряют, в принципе, да, ну, как говорится, кто первый стал того и тапки, поэтому можно, в принципе, выйти на хороший уровень уже, кто первый знает, да, это значит, информация про это миром, поэтому, кто первый узнал, тот, в принципе, наверху, на коне. Я услышал то, что он донес до меня, я его действительно услышал, и вот когда я сидел, потом, после брифинга, я уже брифинг закончился, я сижу, минут, наверное, 15 еще сидел, и до меня эта мысль его, она доходила, и она до меня, она пошла в меня, и вот она до сих пор во мне сидит. Я услышал его цель, деньги для него не главное, для него вот именно донести вот свою идею, объединить людей вокруг этой идеи, сообщество целое, вот эту эко-систему, глобальную, да, поэтому эта революция просто-напросто происходит сейчас. Вот самый такой революционный год был, 2017 год, 2017 год, от Рождества Христова, по крипте. Я согласен, 18-й он был такой просадочный, 19-й такой, еле плавучий, живучий, но уже начинает крепнуть криптовалюту, начинает пробуждаться, да, но сейчас, 20-й год, он тоже прорывной, это контрреволюционный, я бы назвал этот год. Очень много сейчас начинает подделок, 90% криптовалют, это мыльные пузыри, а здесь у нас поддерживается сообщество, то есть криптовалюта, она никуда не исчезнет, есть продукт, и очень хороший, качественный продукт. Вот я, поэтому здесь. Ну да, как вот многие говорят, что криптовалюта это уже не будущее, это уже настоящее, и вот именно наша криптовалюта ВЭК, вот она вот так вот объединяет все наше сообщество, так сказать, это кровь нашего сообщества, вот получается. Это артерия, согласен, да. Да, хорошо. Роман, скажите тогда такой вопрос, вот почему вот именно вам интересно стать амбассадором нашего сообщества? А потому что я поставил цели, да, которые я вам сказал, что у меня есть, я их прописал, а как достичь эти цели? То есть есть какие-то действия должны, да, быть, какие-то шаги, а как шаги сделать? Ну, нужно, чтобы у тебя было какое-то, какое-то подие было, какое-то направление было, и это направление я увидел именно с ВТП, здесь можно реализовать свои планы, здесь меня вдохновило, повторюсь, идеология, которую я поддерживаю, которая мне близка по духу, по содержанию, и я решил, что я именно тот человек, который будет представлять в своем регионе наш проект, нашу экосистему, развивать ее здесь, внедрять ее, знакомить людей с нашим сообществом, и расширять горизонты. Хорошо, а почему вот именно вас интересует создать именно такое локальное сообщество, именно в своем регионе, почему вот вам это интересно? А потому что здесь должны люди узнать об этом, как можно быстрее. Я хочу, чтобы мы, так как, скажем так, ну, мы живем в России, да, и Украина, Казахстан, Беларусь, должны быть в числе первых, потому что мы должны быть первыми. В то время мы в космос полетели первыми, да, я считаю, что и первых самонавт женщина, да, была первой, и здесь мы должны быть тоже первыми впереди всех. Поэтому я решил свой, качнуть сначала свой регион, потом уже браться уже за другие, в принципе, регионы, если там не будет никого, почему бы нет? почему бы нет, да. Мы должны быть первыми, понимаете? Должны быть. Мы будем. Вот это другого, если никак не должно быть. Другого не дано. Да, согласен, согласен. Хорошо, вот еще у меня последний вопрос, получается, вот, чем вот ты, наш проект Амбассадора будет полезен для новичков? Может быть, это какое-то обучение, или что, вот, по вашему мнению, чем он интересен будет? Это вот я как-то иду и встретил своего одногруппника, с кем мы учились вместе. Мы с ним встречаемся где-то раз, может быть, в три-четыре года, да? И вот я иду, и он мне спрашивает, ты откуда? Я говорю, с учебы, он говорит, блин, опять учишься. Я иду на учебу, он говорит, ты куда? Я говорю, я на учебу, он опять учишься. Сколько можно учиться? Говорит, может, хватит уже остановиться? Я говорю, нет. Учиться надо всю жизнь. Как говорится, век живи, век учись. Поэтому я учусь только у лучших людей. Вот у меня хорошие наставники, замечательные ребята, у которых я учусь. Сегодня, кстати, сидел я на работе и смотрю, беркут, у нас беркут летает. Я не знаю, отец или самец, или самка летает своим малышом, и он учит летать. И вот я смотрю на них, и вот он, я так думаю, наверное, говорит, держи крыло, поставь его, лови поток ветра, какие-то наручения дает, наставления, да, учит, как летать. И вот я смотрю и учусь у них. И поэтому я считаю, что нужно учиться у лучших и передавать то, как сказал Толстой, возьмите то, что вы, возьмите то, что вы, а, научитесь тому, с чего, что сделали ваши предшественники и идите дальше. Усвоите то, что сделали ваши предшественники и идите дальше. Вот правильно. То есть я получаю информацию, я обучился и передаю информацию другим, чтобы они, в свою очередь, переняли у меня знания и передали дальше. Это же сетевой бизнес. Ну да. Это сеть. Согласен. Вот только так получится нам донести массам нашу идеологию, идеологию Искандера и его команды. Вот так же так. Ну и, наверное, обещанный анекдот? Ну да. Это уже после интервью, наверное. Хорошо? После интервью? Да. Ну ладно, хорошо, после интервью. Хорошо. А потом будет снимать. Хорошо, тогда, Роман, спасибо вам за интервью. В общем, очень все было круто, мне понравилось, было очень приятно с вами познакомиться. Взаимно, Антон. Было тоже очень приятно, продуктивно. Всего доброго. До свидания. С вами был Роман Шамурат. Год славы.